Приветствую! Сегодня я хочу снять про овощи. У меня вот кусочек огурца, да, и репчатый лук. Ну, чтобы у всех был такой объект для исследования. У меня есть обыкновенный тестер, обыкновенный мультиметр. Вот здесь можно проверить ёмкость, частоту, переменное напряжение, постоянное напряжение, переменный ампер, постоянный ампер, диод, температуру и сопротивление. Мы будем использовать вот это сопротивление. Меньше ома и больше ома. То есть, например, проверяем сопротивление рук, да, сопротивление сухой кожи 2 мегаома. Вот почему, когда человек трогает, вот, человека бьёт током, да. Вот. А сейчас будем проверять сопротивление, вот, лука, да. Мы будем проверять наружное сопротивление лука. Вот. То есть, сопротивление человека, вот, 2 мегаома, а сопротивление лука, вот, вообще ничего не показывает. Это означает, лук состоит из изолятора, да, то есть, диэлектрик. Через неё не проходит электричество, вот, никакого электричества не проходит. Давай поставим на, вот, логик, да, логическое, да. Вот. Вот. Вот так. Вот. Вот этот логически показывает, что здесь есть сопротивление. А здесь ничего не показывает. А вот где отрезано, да, вот где отрезано, вот, тут уже показывает. Вот. Сопротивление. Если проверить, вот здесь. Вот. Здесь она, у неё огромные. Вот. Это показывает, сколько. Вот. Вот, примерно мегаом, да. То есть, точно такой же, как и кожа человека. Вот. Чуть меньше. Ну вот. То есть, мы узнали, что эти овощи состоят из проводящего слоя и наружного, не проводящего слоя. Сейчас проверим эти огурцы, да. Сначала проверяем внутреннюю сторону. Сопротивление 200 мегаом. 200 мегаом. Так. Проверяем внутреннюю сторону. Вот. Смотрим. 1,4 мегаома. А теперь проверяем наружную сторону. Вот здесь она какая-то сырая. Вот. Но проводит электричество, да. То есть, мы поняли, что огурцы проводят электричество. Вот. То есть, лук не проводит, а огурцы чуть-чуть проводят, да. То есть, не очень сильно, но проводят. Вот. А здесь 1. Вот. 1,2. А снаружи 1,6. 1,5. Так. Попробуем ещё другой. Вот. Другие огурцы. Вот. Проверяем. 2 мегаома. А внутренняя сторона 1,3 мегаома. То есть, наружная сторона чуть-чуть проводит. Вот. Только. А вот внутренняя сторона лучше проводит, да. А вот лук. Лук она вообще не проводит. Почему такой... Почему овощи созданы именно так, да. Вы можете проверить, например, яблоко. Яблоко тоже покрыто слоем воска. То есть, воск защищает её от электропроводности. Ну, чтобы электричество через неё не проходило. Почему именно электричество должна не проходить? Потому что они созданы для электричества. Это, по сути, являются конденсаторами. Конденсаторами электричества. Я сейчас попробую объяснить, почему они являются конденсаторами. Когда в древности Бог создал землю, Он всё создал на основе каменного угля. Он использовал каменный уголь как изолятор энергии, изолятор молнии. То есть, когда энергия молнии бьёт в каменный уголь, в то время каменный уголь мог изолировать энергию молнии, чтобы энергия молнии не уходила под землю, а распространялась по поверхности земли. Да? Ну, вот, возьмём, например, вот слой такой. Вот это тоже является изолятором. Энергия молнии падает и распространяется по поверхности этого каменного угля. Да? Вот. То есть, когда энергия распространяется по поверхности земли, она входит в эти круглые овощи, да? Ну, скажем, помидоры, там, лук. Вот. Энергия входит, но через это, через гладкое не выходит. И здесь ещё помогает её форма, да? Её форма. Потому что она круглая, и энергия не выходит от неё. То есть, статическая энергия молнии поступает сюда и не выходит. А вот здесь, где растёт лук, да? Она острая. И вот, где острая, оттуда энергия выходит. Статическая энергия выходит. И втягивает отрицательные электроны. Вот эти отрицательные электроны через корни втягивают в овощи плюсовые молекулы, атомы водорода. Втягивает. И таким образом овощи растут намного быстрее. И поэтому вот этот лук сделан как конденсатор, да? Вот. То есть, ещё, когда вот она сохраняет энергию, она сохраняет энергию, и во время зарядки она даёт электроны, да? И вот эти электроны втягивают к нему ещё больше. больше водорода, катиона водорода. А когда происходит разрядка земли, вот у неё энергия остаётся. И она уже начинает давать энергию плюсовую. И поэтому сюда поступают отрицательные молекулы. Например, молекула аниона гидрокарбоната. Вот этот анион гидрокарбоната и водород, они выделяются из замыкания древесных углей. Потому что древесные угли, когда энергия проходит, они замыкаются и создают из дождевой водой анион гидрокарбоната и водород. Вот. На каменном угле, да? Вот поэтому вся эта молекула, молекулы, катионы и анионы, они поступают в овощи, фрукты, ягоды с помощью этой статической энергии молнии. Благодаря их форме, да? То есть, благодаря тому, что они круглые и благодаря тому, что у них есть вот эти стрелы. Ну вот, острые края. То есть, иголки там, листья. Вот. И я предлагаю просто вам подумать о том, что эти овощи, да, вот эти овощи, они появились не случайно, а их специально сделали. Специально сделали. То есть, их создал Бог специально именно для этих целей, да? Вот. Вы скажете, зачем ты рассказываешь нам это, да? Ну вот, посудите сами. Это можно уже сейчас использовать. То есть, эту технологию. По сути, это прорывная технология. То есть, мы можем использовать замыкание дровесных углей для овощеводства, да? для теплиц, выращивать разные овощи, использовать высокое статическое напряжение, чтобы получать намного быстрее овощи, да? Намного быстрее и намного больше. И даже получать овощи, фрукты, ягоды, которые несъедобны. А ещё мы можем получать такие семена, такие продукты, овощи, фрукты, которых в природе вообще нету. В силу того, что нету этого катиона водорода, нету этого аниона, гидрокарбоната, и нету энергии, которая бы втягивала всё это. И если вы этого ничего не понимаете, вы можете просто делиться этой информацией со своими родственниками, со своими друзьями. Благодарю вас за внимание.